Добрый вечер! В эфире новости 45. Наши корреспонденты и я, Юрий Пестерев, за полчаса расскажем вам о самых интересных событиях за Урале. Смотрите сегодня в выпуске. Сейчас вышли новые санитарные правила. И по этим новым санитарным правилам мы никуда не вписываемся. Первые квадратные метры выигрывали в площадке, в спальне. Не угодили закону. В Макушинском районе санитарные врачи закрыли детский сад. Внутри сделан ремонт, внутри полностью сделана обвязка на отопление, там очень хорошие батареи, там стоит котел, там стоит ванна. Довольны все. Юргомышская многодетная семья получила в собственность новый дом. Хотел бы я еще остановиться на обеспеченности школы медицинскими кабинетами. В настоящее время цифра у нас составляет всего 41%. Имеется всего в 225 школах. Из них, на соответствующих нормам, 44. 4 балла из 5. Зауральские школы готовы к новому учебному году на 90%. Выставка стала очень популярной не только в России, но и в мире. У нас уже пошла практика. Выезжаем в прошлом году, мы работали во Франции. В этом году в Италию поедем. Драгоценные кадры. В Кургане проходит фото-выставка «Золотая черепаха». Дети остались без присмотра. В Макушинском районе Роспотребнадзор закрыл детский сад. Он не отвечает требованиям Санпина. В претензиях чиновников к администрации дошкольного учреждения разбиралась наша съемочная группа. Маршихинский детский сад размещается в старом здании аж 1803 года постройки. По словам администрации садика, более чем 200-летнее строение готово простоять еще не один век. Стены, пол, потолок, двери, окна находятся в отличном состоянии и даже не думают разваливаться. Дошкольные учреждения в бывшей церковно-приходской школе открыли в 70-х годах прошлого века. В 40 лет условия содержания детей всех устраивали. Картина изменилась только в этом году. Сейчас вышли новые санитарные правила. И по этим новым санитарным правилам мы никуда не вписываемся. Первые квадратные метры в игровой площадке, в спальне. На пищеблоке должно быть 5 цехов. У нас там всего одна комната. Понятно, что в этом здании никак, при всем желании, никак мы не сможем это разместить. Еще одной претензией санитарных врачей стало отсутствие горячего и холодного водоснабжения в детском саду. Правда, они не учли, что в Маршихе водопровода никогда не было. Жители пользуются колодцами или скважинами. Тем не менее, суд принял сторону нового законодательства. 29 июля дошкольные учреждения закрыли на 30 суток. Судебные приставы опечатали здание и предупредили заведующую. Детей пускать на территорию нельзя. Она под роспись предупреждена о том, что если она, не дай бог, зайдет, откроет, запустит сюда детей и будет их воспитывать здесь, обучать и так далее, то все материалы будут как уголовное дело налицо. По словам заведующей детским садом, возмущению родителей не было предела. Дошкольные учреждения силу жизненно необходимы. Поэтому по истечении срока ареста 30 августа дети вновь придут в 200-летнее здание. Однако в администрации Макушинского района срочно разработали проект нового садика. Подобрано помещение Макушинской средней школы, один из блоков, который будет реконструирован под детский садик и детский садик будет размещаться в этом помещении. Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. Как бы вот те условия, которые в этой школе созданы, они соответствуют. Для перевода детского сада необходимо около 2 миллионов рублей. Ситуации заинтересовались в правительстве области. Если финансы придут из областного бюджета, то уже к новому году дошкольное учреждение переедет в другое помещение, которое будет отвечать всем требованиям закона. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45». Станет ли образование платным и имеет ли права учителя собирать деньги на ремонт школ? Эти и другие вопросы можно задать, позвонив по телефону горячей линии 41 70 71. Она пройдет 25 августа с 4 до 5 вечера. Ответит начальник главного управления образования Курганской области Анатолий Петрович Додонов. Многодетная семья справит новоселье. В Юргамыше родителям, у которых 7 детей, помогли приобрести просторный дом. Переезд запланирован на ближайшие выходные. С новоселами встретился Александр Гришаков. Это Максим, это Филипп, Наум, Ева, Лида, Захар и Паша. Светлана Сунгурова перечисляет имена своих детей. У женщины 5 сыновей и 2 дочери. Старшему 14 лет, младшему 1,5 года. Все семьей собираются редко, рассказывает многодетная мать. В основном, когда садятся кушать или ложатся спать. В трехъярусной ночи кровать. Спят девочки. Это выдвигается сюда кроватка. Спит, вот, Захарка у меня спит. Павлушка спит в коляске. Ему нету места, потому что уже некуда кроватку поставить уже. Здесь диван, он выдвижной. Выкатываем на ночь. Ну, ночью, конечно, у нас получается почти что полностью спальное место, вся комната. Когда старшие подрастали, было тяжело, говорит отец семейства. А теперь они и сами по хозяйству справляются. Под присмотром у ребят три коровы с телятами и несколько десятков куриц. Дети, когда меня нету, они это все делают сами. Старшие сыновья, они по хозяйству все сами делают. И убирают, за скотом ходят и кормят. И все, дуэт, здоров. Девочки, маме помогают. Дети растут, а места в доме немного. Поэтому родители обратились к властям. Те нашли в Юргомуше подходящий дом и помогли оформить документы. Теперь у каждого члена семьи Сунгуровых есть свои собственные квадратные метры. Ведь в новом доме места в три раза больше, чем в старом. Внутри сделан ремонт, внутри полностью сделана обвязка на отопление. Там очень хорошие батареи. Там стоит котел, там стоит ванна, стоит унитаз теплый внутри. Вон два этажа, очень большая кухня. Теперь большое семейство Сунгуровых готовится к переезду. Они хотят обосноваться на новом месте до первого сентября. Александр Гришаков, Андрей Глазарин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Школы готовы к учебному году на 4 балла из 5. Такую оценку дает главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов. По его словам, в этом году планируют обучить более 92 тысяч детей. Причем из 566 общеобразовательных учреждений области не готовы к работе 16. Основная причина – незаконченный ремонт коммунальных сетей и отсутствие качественной питьевой воды. 17 сельских малокомплектных школ не приступят к работе, потому что обучающихся в них нет. Почти в 100% остальных учреждений есть сети водоснабжения и канализации. Условия для организации питания отсутствуют в 11 сельских школах. Хотел бы я еще остановиться на обеспеченности школы медицинскими кабинетами. В настоящее время цифра составляет всего 41%. Имеется всего в 225 школах. Из них не соответствует нормам 44. Основными причинами несоответствия являются отсутствие необходимого набора помещений, отсутствие подводки коммунальных сетей. И остров стоит проблемам по обеспеченности квалифицированным медицинским персоналом. Заработная оплата учителей региона с 1 сентября увеличится на 30%. Такое распоряжение накануне дал губернатор области Олег Богомолов. Подробности у Юлии Король. Все школы Курганской области с 1 сентября будут переведены на отраслевую систему оплаты труда. Ранее планировали переход только городских школ. Теперь по новому заработную плату начнут считать и сельским педагогам. Надтарифный фонд школ с 1 сентября увеличат на 20%. С учетом июньского повышения на 6,5% зарплата учителей вырастет почти на треть по сравнению с 2010 годом. Распоряжение губернатор уже подписал. Рост заработной платы, тоже разброс мы прибросили от квалификации, от стажа и так далее. Директор будет получать от 17 до 28 тысяч рублей. Директор школы, если посмотреть на учителей, стажистов, это примерно 9-14 тысяч. И молодые специалисты. Но мы рассчитали существующую среднюю ставку 0,7. От 6 до 8 тысяч рублей. Сельские школы переведут на отраслевую систему оплаты труда в течение двух месяцев. Но прибавку к зарплате педагоги получат в полном объеме с начала учебного года. Те школы, которые у нас не успеют 1 сентября перейти, но городские мы готовили, поэтому там нет у нас проблем. Это коснется сельских школ. Значит, решать проблему мы будем увеличением премиального фонда по этим школам в течение двух месяцев переходного периода. Увеличим отбавки на 20% премиальные. На повышение заработной оплаты потребуется 320 миллионов рублей из областной казны. Поправки в бюджет правительство региона внесет в зауральский парламент в сентябре. Юлия Король, Александр Киселев, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион-45». Курган ждут выборы сети-менеджера. Договор, заключенный с Александром Якушевым, на три года закончился. Сегодня на заседании городской думы объявили конкурс на замещение вакантной должности сети-менеджера. Заявить свою кандидатуру на выборы сети-менеджера может каждый. Для этого желающие возглавить исполнительную власть Кургана должны представить необходимый пакет документов. Среди требований возраст не моложе 30 лет, высшее профессиональное образование, стаж муниципальной государственной службы не менее 6 лет, либо стаж работы по специальности не менее 7 лет. Сами выборы предварительно намечены на 28 сентября. Официальных кандидатов на пост главы администрации областного центра еще нет. В качестве претендентов упоминают Александра Якушева, Юрия Коева, Евгения Симонова и депутатов Гордумы. Денежная помощь одаренным детям. Организованных для талантливых и одаренных детей. А также на их обучение в вузах. Пока на эти цели из областного бюджета выделено 200 тысяч рублей. Но, как отметил губернатор, если обратившихся за денежными выплатами будет больше, эту сумму пересмотрят. Там, где у нас дети-сироты, оказались ли попечители, ли приемные семьи, везде-везде оказать помощь и поддержку. И, еще раз говорю, здесь мы не должны ограничивать себя. По факту, вот если мы так оцениваем, да, это 10 примерно, по 20-10 человек в год. Надо внимательно посмотреть. Будет увеличение, значит, мы здесь не должны никаких преград ставить. Летний отдых детей подходит к концу. Об итогах нынешней оздоровительной кампании рассказали в управлении Роспотребнадзора. Сколько теперь процентов здоровья в маленьких зауральцах узнала Ольга Тыщик. На сегодняшний день в Курганской области работает около 500 детских лагерей. За летний сезон в них отдохнули и поправили здоровье 49 тысяч в маленьких зауральцах. Это почти 100% от запланированного количества. По первой смене оздоровительный эффект у нас составил 74%, по второй смене 75% и третья смена выражена оздоровительный эффект у нас был 84%. Значит, это примерно на уровне показателей в среднем по Российской Федерации. Четвертая смена у нас продолжается, итоги мы проведем дополнительно. Не приступили к работе два лагеря дневного пребывания в Юргомышском районе. 12 учреждений из-за неготовности и некачественной воды открыли позже срока. Все оздоровительные учреждения заранее согласовали примерное меню с Роспотребнадзором. Массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в летний период не зарегистрировано. Однако без нарушений не обошлось. В 70% случаев при проверках специалистами службы были выявлены нарушения. Первое – это при организации питания детей, нарушение условий хранения продуктов, нарушение технологии приготовления блюд, нарушение питьевого, дезинфекционного режима. Нарушители заплатят более 530 тысяч рублей штрафов. Проверки, по словам Григория Хохлова, продолжаются. Четвертая смена закончится 4 сентября. Ольга Тыщик, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45». У маленьких курганцев появилось красивое место отдыха. В день города открылся обновленный детский парк. На реконструкцию потратили более 30 миллионов рублей. Средства были выделены городской администрацией и общественным благотворительным фондом «Мама». Для юных зауральцев в парке руководство фонда организовало праздник. Дети принимали участие в веселых играх и конкурсах. Улыбками и аплодисментами встречали яркие и красочные выступления творческих коллективов. Просторный дом для воспитания талантов. 1 сентября ученики Курганской художественной школы номер 1 придут заниматься в новое здание. Сейчас там проходят вступительные экзамены и подготовительные занятия. Ранее здесь располагалось ателье, а ученикам художественной школы номер 1 приходилось ютиться в здании общеобразовательной школы. Там, где раньше шили красивые вещи, сейчас будут рисовать не менее красивые полотна. «Мы имеем лицензию на 360 учащихся. Конечно же, все классы здесь приспособлены к тому, чтобы принять такое количество учеников, учитывая, что это в две смены и учитывая, что у нас три раза в неделю занимаются ребятишки. Так что классы оборудованы, приспособлены, освещение замечательное». В здании ателье сделали масштабный ремонт. На это городской бюджет выделил более 7 миллионов рублей. Сейчас здесь просторная библиотека, кабинеты рисунка, живописи, станковой графики, скульптуры и истории искусств. Есть и свои выставочные залы, где будут размещать детские работы и картины профессиональных художников. В школе преподают 7 членов Союза художников России. Диана Хозова занимается 4 года. Признается, когда в первый раз приступила порог нового здания, была приятно удивлена. «Мне нравится рисовать в этом здании. Большое пространство стало. Отремонтировали хорошо. Везде так чисто. Пространство большое. Сходить лучше. А там мы все толпились. Было сидеть даже иногда было негде». Дождливая погода лишила маленьких художников пленера на природе. Но они не огорчились. Рисуют листья с гербария. Радуются новому классу и даже читают стихи. «Стала муры рисовать. Это козочка рогатая. Это елочка мохнатая. Это дом с трубой. Это яйца с бородой». Педагоги уверены, в стенах новой художественной школы созданы все условия, чтобы вырастить настоящих деятелей искусства. В старом здании по улице Советская останутся только старшие классы. Там же планируют открыть кабинет компьютерной графики. Михаил Алимов, Кристина Волковинская, Александр Киселев, Александр Бывальцев. Перекомпания «Регион-45». К новостям культуры. В Курган приехала бесценная рептилия. В областном культурно-выставочном центре открылась выставка работы российских и зарубежных фотографов-анималистов «Золотая черепаха». На экспозиции представлено более 170 снимков. Съемки диких животных, флоры, подводного мира. Насекомых производились в разных странах. По словам профессионалов, техника лишь половина успеха. За одной фотографией стоит титанический труд. Изучение повадок животных, долгое выслеживание и понимание психологии обитателей животного мира. В рамках выставки представлено 15 вне конкурсных работ курганского сенатора Олега Пантелеева. В Кургане выставка пробудет месяц. Затем снимки дикой природы увидят жители десятков регионов России. Выставка стала очень популярной не только в России, но и в мире. У нас уже пошла практика. Выезжаем в прошлом году, мы работали во Франции. В этом году в Италию поедем. По России она проходит по 10-15 регионов в год. А это, я вам скажу, ни много ни мало. До прошлого года полтора миллиона зрителей. Это красиво. Это есть на что посмотреть. Это есть возможность познакомиться с нашим этим хрупким миром, который нас окружает. И еще раз, наверное, дает нам возможность подумать о том, что этот мир нужно оберегать. Ему нужно относиться с любовью. К нему нужно относиться внимательно. И это наша задача. Готовь шубу летом. Только на этой неделе курганцы смогут купить качественные меховые изделия по низкой цене от российских производителей. Где найти шубы и дубленки и сэкономить семейный бюджет, смотрите в рубрике «Технология успеха». Более двух тысяч меховых изделий из норки, мутона и нутрии. Кировские гости привезли в курган широкий модельный и размерный ряд на любой вкус и кошелек. Все изделия фабричные, качественные, российского производства. Консультанты предлагают вниманию модниц около 300 изделий из благородного меха норки, которое выращено в российских зверохозяйствах. У северных зверьков большое преимущество перед южными собратьями. Мех толще, а значит теплее. Кстати, цвет шуб только натуральный. Об этом говорит белая оборотная сторона шкурки. Консультанты готовы подобрать верхнюю одежду женщине любого возраста и комплекции. Для полных советует модель свингер, для высоких – классическую. Конечно, на высокую худенькую женщину встроенную, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Здесь без капюшончика такой классический воротничок. Длинная, с поясом. Специально для курганцев действуют уникальные скидки и рассрочка на 10 месяцев. Сплошная экономия, говорят кировцы. При покупке за наличный расчет некоторые меховые изделия можно приобрести со скидкой до 30%. Есть один вариант покупки – это покупка в рассрочку. Для этого нужно иметь при себе паспорт. Вы выбираете меховые изделия. То, что написано на ценнике, делится равными частями на то количество месяцев, на которое вы хотите взять. И такими частями платите, незаметно для своего бюджета. Фестиваль меха во Дворце культуры железнодорожников продлится до 28 августа. Ваша шубка ждет вас с 10 утра до 8 вечера. Феерическое шоу на радость курганцам. В столицу Зауралья вновь приехал новосибирский цирк «Золотой дракон». Что интересного привезли артисты, расскажем через секунду. Только профессиональные артисты и уникальные номера. Художественный руководитель цирка Макс Миллиан говорит, в этот раз зрители ожидают множество сюрпризов и острых ощущений. Это леопарды, это большие элитные собаки, это каракалы, кошки, это обезьяны, пони, множество других животных, которые я, наверное, сейчас не буду говорить, пускай это останется сюрпризом для зрителей. И, конечно, большой аттракцион на грани экстрима, который называется «Ки-Хаб». Гастроли цирка продлятся до 28 августа. Купол расположен рядом с торговым центром «Пушкинский». Справки по телефону 8-919-578-5033. Третий традиционный хоккейный турнир памяти курганского мостостроителя Николая Васильевича Парышева вновь собирает любители спортивной игры, в которую играют настоящие мужчины. С 24 по 27 августа «Ледовый дворец» принимает гостей из Барнаула, Усть-Каменогорска и Челябинска. Сегодня уже прошли первые игры. «Касцинг-Торпеда» победил команду «Алтай» со счетом 8-1. Сейчас хозяева турнира за Урале встречаются с челябинским «Мечелом». Отчет об этой игре вы сможете увидеть завтра в вечернем выпуске новостей. В четверг в 14.00 сразятся хоккеисты «Мечела» с командой «Касцинг-Торпеда». Вечером в половине седьмого курганская сборная скрестит клюшки с «Алтаем». В пятницу курганского зрителя будут радовать матчи между челябинцами и барнаульцами, которые пройдут в обеденное время. А к 18.30 на лед выйдет дружина зауральцев и усть-каменогорских торпедовцев. В субботу команды будут бороться за третье место в 13.00. Финальный матч стартует в 5 вечера. Одни играют в прятки со смертью, другие, не окончив школу, становятся секретными агентами. В кинотеатре «Россия» самые кассовые премьеры. Подробности в рубрике «Афиша». Пункт назначения 5. Догонялки со смертью. Прошло 12 лет, как главный герой Сэм Лоутен избежал гибели в авиакатастрофе. И вот снова жуткое видение. Подвесной мост, на котором он находится со своими друзьями, рушится. И многие люди, включая его самого, погибают. Сэм начинает паниковать и уговаривает своих друзей и еще нескольких счастливчиков уйти с моста. И как раз вовремя. Как и предвидел Сэм, с моста рушится на их глазах и множество людей погибает. Однако Сэм и его девушка Молли понимают, что смерть дала им лишь отсрочку. Так как выжившие начинают умирать один за другим. Он должен понять, как обманув смерть однажды, провести ее еще раз, прежде чем настанет его очередь. И превышать порог мощности в 5 мегаватт. Почему тут что-то пикает? Господи, помогите! Помогите! О боже! Дети шпионов 4D. Новые приключения детей со сверхъестественными способностями. Оставив работу рыцарей плаща и кинжала, бывшая шпионка превратилась в примерную мать родного ребенка и двух усыновленных детишек. Ее занудный муж, обычный журналист, оказывается редкостным злодеем. И обстоятельства складываются так, что героиня вынуждена вернуться к прежнему ремеслу, где и будут помогать ее дети. Тинейджеры становятся секретными агентами и расстраивают планы злодея. Обожаю эту работу! У меня пока все новости. После короткой рекламы смотрите прогноз погоды. Оставайтесь на СТС и приятного вам вечера! СТС и приятного вам вечера! Купердоступная рассрочка на 30 месяцев! С 10 по 31 августа! Перестаньте выключать свет! Мне страшно! Как? Я спрашиваю вас, как такое возможно? Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю. Откуда в Кургане? Версаль? Керама? Что? Громче? Керама! Громче, я говорю! Керама! Вот так! Надо, чтобы все знали! Новая французская коллекция от Керама Марации теперь и в Кургане. В торговом центре Керама. Вы еще здесь? Машешь Кераму! Мы созрели! А вы? В Технодиво реальные скидки до 30% на бытовую технику. Микроволновая печь Супра всего за 1500 рублей. Улица Омская, 163. Открылся новый отдел инженерной сантехники в торговом центре Керама. Ждем вас за покупками. Керама! Ну вот, обошли все магазины, а в Селдоме все есть. Присаживайтесь. И угощайтесь. Скидками до 50%. В Селдоме до 31 августа. Мебель, которая радует вас. А еще раз срочка на 30 месяцев. Открылся новый отдел инженерной сантехники в торговом центре Керама. Ждем вас за покупками. Керама! С 19 по 28 августа. Гастроль новосибирского цирка «Золотой дракон». С новым, незабываемым представлением для жителей города Кургана. Гвоздь программы «Персидские леопарды без ограждений». Клоуны, фокусники, акробаты, цирковые животные. Площадка рядом с торговым центром «Пушкинский». Реалити-шоу «Выбери себе погоду» стартовало. Телекомпания «Регион 45» начинает конкурсный отбор. Отправь анкету с фотографией на сайт курган.ру и получи пропуск в мир телевидения. Впервые в Кургане. Мир меха. С 24 по 28 августа. В Доме культуры железнодорожников. Летние скидки. Здравствуйте. С прогнозом погоды на завтра вас знакомит Елизавета Лисогурская. Производственной фирме «Барс» 10 лет. Мы работаем вместе, чтобы приносить тепло и комфорт в дома и офисы наших клиентов. Весь август десятилетию фирмы «Барс» каждый заказчик получает подарок. Мир меха в Кургане с 24 по 28 августа в ДК железнодорожников. Летние цены на зимние товары. А теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде Курганской области не произойдет, поскольку в атмосфере сохранится влияние тыловой и довольно прохладной части циклона при температурном режиме на 5-6 градусов ниже своей климатической нормы. Днем в Тюмени и Екатеринбурге плюс 9, плюс 11. В Челябинске плюс 10, плюс 12. Кратковременный дождь. В Кургане ночью облачно. Кратковременный дождь. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5. Днем в Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление будет расти. 25 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Поэтому я прощаюсь с вами. Всего доброго. Во всех магазинах Аквилон. Рытенсток, Порше, Дольче Габана, Коламбия, Прада, Богнер, Пума, Давыдов, Якуар, Силуэт. Новые контактные линзы X3 H2O. Раствор шелком. Все лето. Скидки до 60% на правые и солнцезащитные очки. Ты все увидишь сам. Новые оптические технологии Аквилон. Теперь и в Заозерном. Чтобы это милое создание вошло в квартиру первым, работали десятки людей. Мониторили рынок и ежечасно просматривали базы данных. Назначали встречи и обсуждали условия. Уточняли ваши требования и работали с документами. Решали правовые вопросы. Волновались, чтобы вы не волновались. Бегали, чтобы вы правильно не бегали. И теперь вы дома. Даже ваша любимица способна оценить размеры выгоды. А вы оцените нашу заботу. БК «Недвижимость». Мы вас устраиваем. Телефон 411-511. Сайт «Курган.ру» представляет. Счастливое объявление. Каждый день в разделе «Объявления» случайным образом выбирается одно объявление и дублируется в бегущей строке на канале СТС. Объявление в движении. На сайте «Курган.ру» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok